Александр Козлов Волна, по их словам, образовалась от слияния двух черных дыр 10 миллиардов лет назад или на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Вот давайте. Как вы отличите волну от слияния двух черных дыр 10 миллиардов лет назад или волну от взрыва мегавселенского крота 11 миллиардов световых лет назад? Вот как вы ее отличите? Вот там мегавселенский крот увидел мегавселенского кита и взорвался от ужаса. И вот прилетела вам волна. Вот как вы это отличите? Это одно и второе. Это полная бредятина, что черная дыра 10 миллиардов лет назад, что крот, любой бред, это несуществующее явление. И люди о них бредят. Весь этот бред, он был в рамках погрешности. Вот есть погрешность прибора, там колебания есть. И они умудрились в рамках этой погрешности предъявить результат. Это стыд с самого начала. Это просто обычные фейки. Когда вот вам выдали деньги на дорогостоящий детектор, вы его построили, он вам не дал никаких результатов, вам надо как-то оправдать, для чего же эта суета была. Это просто вот это вот шоу. Не более, не менее. Не верьте ни в какие детекторы. Если невозможно черная дыра, то и детектор невозможен. В смысле, и волна от нее невозможна. И детекторы ее никакой не воспримет. И прямое... Вот нет причинно-следственной связи. Вот почему именно от слияния двух черных дыр? Почему невселенская дверь хлопнула? Вот как? Небольшой взрыв, не от большого взрыва кусочек отломался, катался, катался по вселенной, потом как долбанул отдельно. Любой бред можно насочинять. Это все ерунда. Детишевская. Дима Катаневич. Ну да, какое нахрен неположительное количество. Всех положим. Неположительное количество. Всех положим. Действительно, неположительных количеств нет. И это уже подбешивает, когда в материалах, нашу добрую аудиторию. Мерлин Про. Общался сегодня с интеллектом GPT о пространстве убитый час. С прискорбием сообщаю, что искусственный интеллект загажен по самые яйца. Это пипец. Зачитано. Но он не должен это понимать. Искусственный интеллект по факту не является искусственным интеллектом. Это просто такой оператор по обработке информации и генерации таких реприк информационных. Александр задал вопрос сыну 7 класс. Как ты думаешь, какая сила держит нас на Земле и одновременно не дает упасть Луне на Землю? Ответ. Я думаю, одновременно все силы действуют. Одна отталкивает, вторая приталкивает. В логике есть шанс выжить. Сын 7 класс. И спасибо вам, что у меня мозги на место встали. Вкратце моя история. В школе обожжал физику и математику. Выиграл олимпиаду и попал в физико-математическую школу Академии Радка. Нам сразу дали мнимые единицы, числовые поля и релятивизм. И сломали мозг. Решил, что я тупой. Математика и физика не мое. И бросил это дело. Теперь я понял, что я не тупой. Вот такие вот отзывы от подписчиков. Спасибо, Александр. Максу. Виктор, поскольку распространение гравитации есть мгновенно, а также вы упоминали про возможность использования технологии перемещения масс, с помощью поля возможен ли способ передачи информации с помощью гравитации? Ведь так станет возможна мгновенная связь. Ну, тогда, вот это самое перспективное направление связи, гравитационная информационная система, коммуникационная система. Передача сигнала действительно мгновенная. Если мы это технически реализуем, то конкурировать с этим не может уже ничто. Еще вопрос. Поскольку неизвестно, из чего скорлупка элементарной частицы, если она, а все взаимодействия, которые мы наблюдаем, исключительно полевые, не принимая в расчет атомные, про их пока не было информации, стоит ли предположить, что ее скорлупки вовсе нет? Что вся вещественная материя, по сути, поле частицы, это точки в пространстве, являющиеся некими центрами или источниками полей. Все, что мы видим, это фотоны, отскакивающие от полей частиц. Расскажите, пожалуйста, эту тему. И совсем забыл, передайте Виктору огромную благодарность за открытие и мои глаза. Ну, здесь про скорлупки. Мы так и объясняем, что их нет. Скорлупок никаких нет, вы просто, видать, не попалась вам на глаза эта информация, вы дошли собственным интеллектом до этого ответа. И хорошо, у вас очень прекрасная оперативность мышления, раз вы эти операции сами можете произвести. Скорлупок действительно нет, они технически невозможны. Поэтому наш мир действительно состоит из частиц и полей. Антон Владимирович, уважаемый Виктор, такая ситуация, что когда, объясняя другим, что притяжение невозможно на примере планеты Дроби, что они не притягиваются в реальной жизни. Мне говорят, что есть темная материя, поэтому они не притягиваются. Я понимаю, что это бред полный, но не могу доказать того, что никакой темной материи нет. Так как мне парировать этот бред? Ну, Антон Владимирович, как вам парировать бред? Весь бред не запарируешь. Ну, если официальная наука не считает, что темная материя в этом обороте участвует, по официальной науке там две позиции. Одна либо Ньютон, либо Эйнштейн в плане тяготения. Даже эти фанаты Эйнштейна и ту эту темную материю, непосредственно искривление пространства, не закидывают. Потому что там, если релятивист повернут, там все равно надо осознаться. Что у тебя? Искривление пространства или темная материя? Сознавайся. Наука не считает про темную материю. Эту темную материю, это вот отдельно ваш спорщик выдумал в этом контексте. Поэтому прощайте его или объясняйте уже так тогда. Космическая станция Герта. Я много лет смотрю Катючика, но после этого видео задумался о достоверности информации, которую он вещает. Допустим, есть фигура площадью 1 метр квадратный. Если сделать так, чтобы часть этой фигуры начала стремиться с нулю, но никогда не достигала его, то это уже будет не 1 метр квадратный. Дальше приводятся цифры 1, плюс 0, 9, 9, 9, 1, плюс 0, 9, 9, 9, 8 и так далее. На уменьшение ряд приводится такой до 0, 0, 1. Все замечательно, только вы единожды уже соврали, пока вот это все говорили. Допустим, есть фигура площадью 1 метр квадратный. Если сделать так, что часть этой фигуры начала стремиться к нулю, но никогда не достигала его, это уже будет не 1 метр квадратный. Вы врете, сударь, врете. Или не можете сосредоточиться. Космическая станция Герта. Давайте возьмем просто вот лист бумаги. Возьмем площадь какую-то и начнем ее вытягивать. Мы же можем сложить пополам и нарастить вот здесь. Не буду рвать, а увеличу таким образом. Сколько раз мы можем эту операцию совершить? Можем бесконечное количество раз совершить эту операцию, все еще раскладывать и продлевать, да? Обрезать и продлевать до бесконечности мы можем. А вы здесь в своем комментарии пишите, что не можем, да? То есть вы либо сознательно набрали, либо просто не могли сосредоточиться. Мы можем бесконечно вытягивать, да, вот конец, какую-то фигуру вытягивать в бесконечность, бесконечно долгое время. Он будет стремиться к нулю, к нулю, но не обнулиться. Вот и все. Это просто геометрические свойства объектов. Как-то ознакомливайтесь с этим, сосредотачивайтесь. Но то, что вы запутались в цифрах, ну, печалька. Ну, если я правильно понял, он почему-то вычитал какой-то размер из вот этого вот уменьшения. По идее же, ну, в этом примере нужно делить на два. А какое бы число на два не раздел, все равно какое-то число останется. Ну, у него мозг по-другому пошел. Как бы все люди как-то тупят по-особенному. У них у всех свои ходы. Как бы поймать каждую волну, ну, чисто даже не стараюсь. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Новик Аркатюшев, телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok